А у вас было когда-нибудь такое, что вас разбудили, вы поставили будильник и вы не встали, а потом очень жестко себя за это корили? Вот у меня сейчас такое состояние. Время 10-13. Прикиньте, как поздно я встала, планировалось встать в 7. Как же восстановить свой режим? После того, как приезжает мама, я всегда как-то расслабляюсь. Я уже понимаю, есть помощь, есть мамочка, можно поспать, еще она меня не будет. Я расслабляюсь, это очень плохо. Обязательно нужно проветрить помещение. К сожалению, это окно у меня прямо на соседей смотрит, поэтому я занавеску всегда занавешиваю. И окна нужно помыть обязательно. Делаю макияж, и что я вам покажу? Да-да-да-дам! Закончился бальзам для губ, и его можно уже отправлять в пустые баночки. И это еще не все. Гляньте, сюда закончилась наконец-то пудра. Не осталось ничего. Здесь была пуховочка, которую я не использовала, и зеркало. Ну все. А это помада от NYX. Тоже вот-а-вот. Буквально 2-3 дня, и тоже закончится. Сзади она у меня немножко сломалась, но не беда. Думаю, что ковырять не буду. Вот сверху, что смогу покрасить, покрашу, и все. Может быть, завтра закончится, или послезавтра. Не знаю, показывала вам или нет. Вот здесь у меня есть такая коробочка. Здесь лежат пустые баночки. Сюда отправляется еще и пудра. И бальзам для губ. А из моих запасиков я беру новую пудру. Смотрите, у меня здесь 4 пудры. Беру вот эту. Они все одинаковые. Макияж уже готов. Надо что-то решить с прической. Уже садиться снимать видео. Не обращайте внимания на посторонний шум. Это просто у меня открыто окно. Проветриваем помещение и все дела. Я заказала разные бургеры. Мы будем сравнивать. Дорогие, не очень и так далее. В общем, у нас сегодня будут только бургеры. И как бы видео не совсем у банка. Больше даже сравнений всех бургеров из Макдональдса. А еще сегодня мне нужно сходить по делам. Я возьму с собой маму. Хочу немного шмоток прикупить маме. Я не знаю, вам будет интересно это смотреть или нет. Но действительно у мамы очень мало одежды. А еще большой минус. Ей очень сложно угодить. Вот что угодно ты покупаешь. Ей не нравится. Мы идем вместе. Она не может выбрать. А потом приходит домой и говорит, надо было купить. Но хрен ты пойдешь купишь. Вот поэтому я хочу сегодня угодить мамочке. Купить ей летние какие-то наряды. Платье, какую-то обувь. Ну все, что она хочет. Еще себе хочу купить сумочку. Вы меня, конечно, извините. Сумочка будет не стильная, не красивая. Но зато вместительная, большая и удобная. Я поняла, что с этим маленьким, вот как наподобие клатча, то, что я ношу, я постоянно что-то теряю. Сначала я потеряла карточку от аптеки. Сейчас вот недавно, вчера посеяла, получается, бабушкину пенсионную карточку. Поэтому нужно этот вопрос решать. Нужно какой-то вместительный и удобный, что-то вроде рюкзака, что ли. Ну посмотрим, что-то выберу. И для себя одеть что-то хочу купить. Но для начала нужно дождаться, пока привезут Макдональдс и снять для вас мукбанк. Быстро сгоняла. Вроде кажется, один пакетик такой. Даже не знаю, все здесь или нет. Но распаковывать я буду на мукбанке. Такой, знаете, АСМР в начале видео. Все у меня очень прикалывают. Надо просто по-бырому смонтировать видео мукбанк, которое я только что сняла с этими бургерами. По мне получилось очень даже интересно. Рассказываю про свою жизнь, про там квартиру, то, что мы смотрели вчера. Ну да ладно, быстренько монтирую и едем с мамой покупать ей одежду. Надеюсь, что что-то подберем. Монтирую видео. Скорее всего, вы его уже видели на моем канале. И тут вот такой вот сладенький мальчик. Смотрите, какой он сладенький. Твикс! Дурачок Мамин! Дурачок! Слегка промахнулась и купила воду с газом. Я ее вообще не люблю. А вот и те самые рубашки, которые я присматривала. Разных цветов есть. Я хочу купить парню. У него размер М. С длинным рукавом, правда. Но с коротким он не любит. Поэтому хочу взять. А больше всего мне приглянулось вот этом. Поэтому с ней пойдем на кассу. А еще, конечно, я не забыла про себя любимую. И кое-что будем мерить. Дальше мы пошли с мамой по магазинам. Но это неинтересно. Поэтому я снимать даже не стала подробно. Потому что моя зрительная аудитория, это моего возраста, девчонки. Поэтому я решила не снимать это. Купили фруктики. Всего домой. И вернулись. Так, я уже дома. Купила кое-что из одежды. Кое-что парню. Это я покажу чуть позже. И самое главное, мы купили продуктов с мамочкой. Сейчас распаковочка. Покажу вам все, что я купила. Кто-то уже почувствовал, что здесь есть что-то вкусненькое. Смотрите, что ты сделаешь. Дурачок, мамин. Откуда ты знаешь, что здесь есть твой корот? Закупились мы, как вы понимаете, в Браво. Там, в общем, для пенсионеров есть такая карточка. И 10% абсолютно на все. А у нас бабушка пенсионер. Поэтому мы используем эти возможности. Первое. Купили муку, потому что сегодня будем готовить с мамочкой пиццу. Твиксик уже стремится сюда попасть. А все почему? Потому что, наконец-то, купили ему еду. Миниатюрный такой вариантик. Таскать было неохота. Яблочки зеленые. Таких, кстати, я не очень люблю. Не было тех, которые мне нравятся. Вода. Надеюсь, что не газированная. Нет. И здесь написано Карабах из Азербайджан. Желаю, чтобы нигде никогда не было войны, мои хорошие. Сердце крови обливается, когда это все видишь. Хлеб черный, самый обычный. Сметанка 15% Что это такое? Даже не знаю, что это. Ивановка написана. Наверное, какая-то крупа. А, нет. Это панировка. Панировка. Жидкие кормы для Твикса. Он просто 4 штуки в день съедает, если ты ему дашь. И сухой корм вообще не любит. Жиденький больше любит. Это что такое? Пудра. Сладкая пудра. Или сахарная пудра, как правильно называют. Макароны. Интересно. Очень хочу попробовать. Это, видимо, для лазаньи. Да. Ну, что-то вроде макаронов. Не падай, стой на месте. Я обожаю этот сердоват. Он очень вкусный. Йогурт такой интересный. Мамочка, наверное, для себя взяла. Майонезик. Кетчуп. Махеев и мечта хозяйки. Знаете, бывают кетчупы с частицами, там, перца или чеснока. Я не люблю. Я люблю, когда он просто однородный. Кусочек сыра и здесь немного курицы. В общем-то, и все. А теперь покажу, что купила для себя. Как вы поняли, это из магазина New Yorker. Да-да-да-дам. Это чеки. Убираем в сторону воду. Нечаянно купила с газом. Рубашечку. Это для парня. Такая рубашка. Красивая. В размере M. Мне очень понравилась расцветка. Она достаточно тонкая, несмотря на то, что она с длинным рукавом. Я однажды покупала ему с коротким. Ему не очень понравилось. Поэтому в этот раз решила взять с длинным рукавом. В общем, очень красивая такая рубашечка. Можно даже папе взять. Я сфотографировала и показала папе. Но папа сказал, фиг знает, когда я приеду, Айка. Лучше уж не покупай. Дальше, значит, вот такой тулум, который как раз-таки я мерила в магазине. Но просто не стала снимать, потому что уже решила брать. В размере это самый маленький 36-й. Я взяла мерить 38-й и 36-й. Я остановилась на 36-м. Сейчас померю, вам покажу. Хотя нет, лучше я его поглажу, потом уже вам покажу. А то помятый смотрится не очень. Не знаю, на мой взгляд, смотрится безумно стильно, красиво, элегантно. Здесь вроде как пиджак. А здесь шорты. И вот такая вот штучка, типа это юбка. Удобно. Еще бы с каблуками. Просто классика черным. Единственное, что меня немного смущает, это слишком глубокое декольте. Я думаю придумать сюда что-то, может булавочкой так закрепить. Потому что я считаю, что либо видно ноги, либо видно вверх. А здесь получается и вверх, и ноги. Поэтому здесь надо этот вопрос как-то решить. Какую-то кнопочку. Не знаю, возможно пойду к шве, она что-то придумает. Или сама придумаю за нее. Ну как вам? Швы идеально ровные. Материал обалденный. Не очень плотный и в то же время не совсем просвечивающий. Так что я ставлю ему лайк. Цену не помню, я вам напишу вот здесь вот. Единственное, смущает декольте. А так бомба. Вы знаете, что я подумала? Что если сделать ярко-красные губы и дома сделать фотосессию? Попросить маму, чтобы она меня попоткала для инстаграма. В последнее время мне столько комментов пишут в инстаграме, что мои фотки стали гораздо лучше. Они стали стильные. Ты стала лучше одеваться. И мне очень-очень приятно. Безумно просто приятно. Спасибо вам огромное. Я стараюсь и сегодня сейчас тоже постараюсь сделать хорошие кадры. Если не получится, не выложу, естественно. Но если получится, то обязательно. Меня любезно согласилась пофотографировать мамочка. Но фотографии получились так себе. Как-то не очень. Если честно, с Твиксом пару фоток и то ничего. А все остальные, ну так себе. Не знаю даже выставлять или нет. На этом уже буду завершать свой влог. Спасибо, что досмотрели его до конца. Отправила, кстати, парню фотографию свою. Вот в этом наряде. Он сказал, что почему, когда мы с тобой куда-то ходим, ты никогда не красишь красную помаду. Вот почему? Я реально подумала, почему я это не делаю? Потому что она мне идет. На мукбанках почему не крашу? Потому что это все размазывается. Я просто как свинюшка. Вот. А так, в общем, мне нравится красная помада. Она мне. Всех люблю, целую. Спасибо, что досмотрели. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok